Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Академик Стекляшкин, и я расскажу вам о настоящих чудесах, которые можно совершить с помощью науки. Отгадайте загадку. Круглый, гладкий, как арбуз. Цвет любой, на разный вкус. Коль отпустишь с поводка, улетит за облака. Догадались? Правильно, воздушный шарик. Первые шары создал известный английский исследователь электричества профессор Королевского университета Майкл Фарадей. Это получилось случайно. Во время химических экспериментов он заметил удивительную эластичность каучука. Позже в одной из научных статей он написал, что мешки, сделанные из каучука при наполнении газом, становились прозрачными и приобретали подъемную силу. Интересен способ, которым создавал Фарадей свои воздушные шары. Он вырезал два куска каучука, накладывал их друг на друга и склеивал контур, а посередине насыпал муку, чтобы стороны не прилипали друг к другу. А знаете ли вы, друзья, как можно сделать самому настоящий шашлык из обыкновенного воздушного шарика? Я вам сейчас расскажу. Для этого эксперимента нам понадобится, конечно же, самый простой воздушный шар. Давайте сделаем на нем несколько точек. Они помогут нам получше разглядеть, как раздуваются стенки шара. Мы сделаем точки маркером на боковых стеночках шарика, а также поставим несколько точек у самой верхушки, вот здесь вот. Несколько точек сделаем также и в районе завязочки. Посмотрим, как раздувается материал шарика в разных его местах. Надуваем шарик с помощью насоса. Можно надуть также и традиционным способом, надуть воздушный шарик ртом. Но открою вам маленький секрет, друзья мои. Чтобы у нас получился хороший шашлык из воздушного шара, его не стоит надувать слишком большим. Немножечко сдуем его, иначе есть опасность, что наш шарик взорвется в момент прокалывания. Прокалывать будем деревянной шпажкой. Можно также использовать обыкновенную вязальную спицу, но помним, будем очень-очень осторожны всегда с острыми предметами. Ни в коем случае не делаем самостоятельно. Опасные опыты всегда зовем на помощь старших. Вот придерживая возле завязочки наш шарик, я уже проколол его с деревянной шпажкой. Аккуратненько выводим шпажку рядом с верхушкой шара. И вот наш шашлык из шарика готов. Но вы спросите, почему же он не сдувается? Все очень просто, друзья мои. Вы, наверное, обратили внимание, когда надували шарик, что точки, которые мы поставили заранее, увеличились в размерах, но они увеличились только на боковых стенках. А рядом с верхушкой, рядом с завязочкой они выросли незначительно. Это значит, что в этих местах шарика резина его растянулась не так уж и сильно. Довольно плотно материал шара, точнее, это не резина, а латекс, обхватывает нашу деревянную шпажку. И шпажка сама стала как бы затычкой, небольшой пробкой в проколотом ей отверстии. Поэтому наш шашлык и не сдувается. Угощайтесь! Шарики, которые можно было надувать самостоятельно, появились лишь в 1920-х годах. Нейл Тилотсон много экспериментировал с латексом, видя в нем большой потенциал в качестве фабричного материала. Однажды он окунул в смесь голову сувенирной кошки, а позже увидел, что латекс застыл на форме. Так получился шар с кошачьими ушами. Ему оставалось только усовершенствовать технологию и прорисовать мордочку. Около двух тысяч шаров находчивый инженер продал на улицах во время праздника в Бостоне. Вскоре он открыл собственную фабрику, которая стала гигантом шариковой индустрии. Вот еще один фокус, который вы можете показать своим друзьям и удивить их волшебными способностями обыкновенного воздушного шарика. Шар, который удерживает на своей поверхности обычные пластиковые стаканчики. Сделать такой эксперимент очень просто. Надуваем шарик ртом, и когда он еще не сильно раздулся, приставляем к нему стаканчики для того, чтобы они присосались. И начинаем надувать шар дальше. Вот такая вот у нас получилась голова с прозрачными ушками из пластиковых стаканов. Как они держатся? За счет какой неведомой волшебной силы? Все очень просто. Дело в том, что когда шарик был еще небольшим по размеру, он имел очень большую кривизну, а радиус его был маленьким. Потом шар раздувался, радиус его увеличивался, и вот эта круглая поверхность шара постепенно выпрямлялась. Поэтому под стаканчиками создался небольшой вакуум, область пониженного давления. Как медицинские банки, они присосались к поверхности шара. Ну, кстати, отделяются они очень легко. Смотрите сами. Воздушный шар становится летучим благодаря гелию. Это такой газ, который легче воздуха. Исследования показали, что шарик, надутый гелием, способен улететь на высоту не более 5 километров. Из-за разницы давления внутри шара и сильного разряженного воздуха на этой высоте, шар расширяется до такой степени, что в конце концов лопается. Латекс, из которого делается воздушный шар, конечно же, не является огнеупорным материалом. Если шарик нагревать на пламени свечи, он с большой вероятностью загорится или взорвется. Ну, давайте попробуем сделать такой экстремальный опыт. Опять же, я напомню, что все эксперименты со свечками, спичками, зажигалками и прочими огненными принадлежностями мы делаем только вместе с родителями. Закрепим наш шарик на специальном... Ой, так и норовит убежать из рук, боится, наверное. На специальном держателе для праздничных шаров. И зажжем нашу свечку. Ну, теперь, друзья мои, можно закрыть ушки. Аккуратно начинаем нагревать шар на пламени свечи. Сработала наша маленькая шаровая хлопушечка. Но не все так просто, друзья мои. Конечно, мы с вами можем сделать какой-нибудь волшебный фокус с участием шарика. Попробуем подогреть его на пламени свечки, но при этом он не будет лопаться. Как это сделать? Очень просто. Используем самую обыкновенную воду. Нам понадобится наполнить шар водой из-под крана. Залить воду в шарик не так уж и просто, если у вас нет воронки. Ну, можно, конечно, насадить шар прямо на водопроводный кран. Теперь надуваем шарик ртом. И вот, друзья мои, у нас получилось наше приспособление для фокусов с воздушным шаром. Посмотрим, что теперь произойдет. Попробуем нагреть его именно в том месте, где стоит такое небольшое внизу, внутри шара озера воды. Как мы видим, картина уже совершенно другая. Мы можем бесконечно долго нагревать воздушный шарик на пламени, но он не лопается. Все почему? Да потому что вода отводит тепло от пламени свечи, забирает на себя всю энергию, и стенка шара не успевает нагреться. Шарик остается целым, правда, слегка закопченным. Наверное, это еще одна разновидность шашлыка из шарика. Недавно к нам в студию пришло письмо от Маши Ивановой. Здравствуйте, академик Стекляшкин. Очень интересует вопрос, от чего журчит ручей. Машенька, ручей журчит от того, что вода при падении захватывает с собой частички воздуха. Пузырьки воздуха погружаются в воду, а потом выходят наружу. Лопань ли этих многочисленных пузырьков и создает звук журчания ручья. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста, в нашу группу ВКонтакте. И на самые интересные вопросы мы обязательно ответим в эфире канала «Улыбка ребенка». С вами был академик Стекляшкин. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!